Привет, дорогие друзья! Вы на канале Мелогим. Ребята, в Avatar World вышло обновление. Смотрите, у нас открылась новая такая небольшая локация. Это задний двор дома, особняка, ребята. Вот я здесь, я вот так вот здесь могу выйти через кухню, и у меня задний дворик открылся. Круто, правда, ребята? А еще я проверила лайфхак с рыбкой. Это работает, и можно рыбку катать на метле. Смешно, правда, ребята? В этом обновлении нас ожидают классные секреты, ребята. Я вам сейчас покажу спойлер, в котором нам дают подсказку, что же в новом обновлении появилось классного. А еще, ребята, на этой задней площадке у нас вот так деревья можно делать, форму менять им круглые. Вот такие в форме собачек, а еще в форме вот таких прикольных собачек с ушками. И, ребята, сердечки. Смотрите, как же это красиво! Разные деревья можно делать. Мне больше всего понравились, ребята, сердечки, конечно же, ну и собачки тоже очень-очень классные. Ребята, еще вышел новый пакет. Пакет очень-очень красивый. Мы с вами сегодня его посмотрим. Но вначале я хочу показать вам кое-какой спойлер. Он очень интересный. Поэтому устраиваемся, ребята, поудобнее, и смотрим этот классный спойлер. Мне нужен для этого, конечно же, планшетик. Поехали за ним вот здесь. Мы, пожалуй, остановимся. Так, рыбка, можешь пока вот здесь посидеть. У нас такие волшебные рыбки без воды живут. Очень даже прекрасно. Смотрим, ребята, классный спойлер. Подсказочку к новому обновлению. Что же нам искать здесь интересненького в игре? Новые хэллоуинские секреты, ребята. Мы видим персонажа, который одет в костюм вампира. Он пугает другого персонажа, и вылетают подарки. Подарки новые, новый дизайн. У нас таких не было. На них нарисовано привидение. Собери всю коллекцию новых подарочков. Давайте посмотрим помедленнее. Вот, смотрите, персонаж в этом костюме. У него в руках сумочка, тыквы, и там угощения хэллоуинские. И вопросики, ребята, новые хэллоуинские секреты. А еще филин какой-то у нас такого пока что еще нет. Хорошо, мы сейчас с вами наденем этот костюм и будем все проверять. Дальше он подходит к персонажу, ребята. Персонаж черный, и на нем вопрос. Что это за персонаж? Вы уже угадали этот костюм? Я, ребята, угадала. Это костюм мороженки. Сейчас попробуем напугать мороженку. Он его пугает, смотрите. И после этого появляется подарок новенький. И что же в нем? Мне уже интересно узнать, ребята. И все, он падает. Так же, как мы конфеты можем у всех просить. И вот он получает этот подарок. Следующая локация, ребята, это локация лагеря. Потому что сова на заднем фоне. Необычный персонаж тоже черненький. Я думаю, что он в каком-то комбинезоне. Одежду сложно узнать. Тоже девочка пугает. И вот подарочек получает за это. Круто, круто, ребята. Это очень приятно получать подарочки. Собери всю коллекцию подарков. Здесь нарисовано 4 подарка. Но возможно, что их, ребята, больше. Сейчас мы с вами это проверим. Это очень интересно. Ну что, ребята, не будем долго тянуть. И сейчас будем проверять. Проверять это все, переодеваться. Для этого мне сейчас нужно переодеться в костюм вампирчика. И отправиться всех пугать. Мне уже не терпится это сделать. Поехали! Я, ребята, отправляюсь в магазин, который я строила совсем недавно. Он находится в студии хип-хоп танца. Вот, здесь очень много костюмов. Я могу себе выбрать любой. И в нем пугать ходить. Смотрите, у меня рыбка уже. Смотрите, как летает. Смешно. Но я хочу сделать все точно так же, как на видео. Чтобы у нас был эксперимент чистый такой. Поэтому мы надеваем костюм вампиров. Штанишки, кофточку. Обязательно цилиндр наденем. И, кстати, вы заметили, у меня образ феи сегодня. Как вам, ребят? Пишите в комментариях. Дальше ботиночки. Вот такой классный у меня лук. Нужно еще, ребята, снять. А жерель обязательно тоже сниму, чтобы все было как на видео. После этого нам нужны зубки. Мы их берем у летучей мышки. Вот так вставляем зубки. Еще, ребята, я возьму обязательно с собой сумочку тыквы и туда положу вкусняшки. Кексик положу и желейные вот эти глазки тоже можно взять. И там еще были паучки. И вот парочку паучков тоже себе положу, ребята. Ну все, я готова. Сейчас сниму ожерелье и пойдем пугать. А вот, ребята, и новый пакет. Называется Шикарные щенки. К сожалению, ребята, он платный. Но пакет очень красивый. Здесь потрясающие вещи. Три щенка. 40 предметов одежды для питомцев, для собачек. А также 29 предметов одежды для персонажей. 13 анимаций щенков. А также, ребята, 31 вещь. Я вижу, телефончик есть и 8 предметов мебели, фурнитуры. Мы сейчас его посмотрим. Он должен быть просто потрясающий. Я думаю, что он появится на заднем дворе особняка. Поэтому, ребята, смотрите видео до конца. Оно будет очень интересно. Ну и, конечно, пожалуйста, поставьте лайк под этим видео. Чтобы не потерять, ребята, классные вещички из пакетиков, я просто переодеваю здесь ожерелье, которое уже есть. Могу сюда повесить свое ожерелье. После этого захожу в редактор создания персонажей и просто снимаю это ожерелье. У меня то классное ожерелье останется, а это ожерелье появится вновь, когда я перезапущу игру. И вы все оставите на своих местах. Не придется вам ничего сбрасывать. Все, ребята, я готов. Мой внешний вид. Ну что, готов? Давайте потренируемся. Напугаем сначала продавца в этом магазине. Поехали пугать. Так, я ее испугала, но пока что ничего не произошло. Хорошо, давайте попробуем попросить у нее конфетки. И все, ребята, она мне закинула уже вкусняшку. Ладно, ребят, здесь еще очень много персонажей. Я тоже буду их пугать. Посмотрим, посмотрим. Может быть, мы с вами сейчас что-то получим. Я очень хочу, чтобы выпал этот классный подарочек. Они такие прикольные. Нет, ребят, пока что не выпадает. Я думаю, что мы должны с вами каких-то особенных персонажей искать, чтобы это заработало. Сейчас попробуем. И, кстати, ребята, у кого уже получилось это сделать, обязательно пишите в комментариях. И, кстати, ребята, костюм мороженки у меня тоже здесь, поэтому мне далеко не придется ходить. Я сейчас просто надену на персонажа здесь этот костюм и попробую напугать в этом костюме. Возможно, что все сработает. Поехали пробовать. Так, сначала мы пугаем. И чтобы заработала пугалка, нужно встать, смотрите, рядышком с персонажем. И я напугала эту девочку, но она мне ничего не дала. Очень, ребята, странно. Как же все-таки это работает? Пока что я не понимаю. Костюм газировки, может быть, с костюмом газировки сработает. А потом отправимся с вами в лагерь, потому что вторая локация – это локация лагерь. Все, я его переодела. Сейчас попробую их двоих напугать. Ребята, я их напугала, но ничего они мне пока что не дали. Ладно, не будем с вами терять время и отправимся в лагерь. Локация лагерь находится в самом конце. Вот он, домик деревянный. У него еще такая крыша сейчас темно-фиолетовая. Это, ребята, все происходило вот здесь, сова. Но здесь нет никакого тайного персонажа. Ладно, давайте попробуем поставить, возможно, воспитателя в лагерь. Может быть, мы ее напугаем. А может быть, кстати, это девочка. Но я думаю, что это воспитатель. Ладно, мы ее пугаем. Кстати, ребята, как сделать так, чтобы сразу напугать и конфетки сразу попросить? Вот так мы пугаем. В это время мы даем персонажу конфетки и просим. Смотрите. Одновременно я все это сделала. Но подарочек так и не выпадает. Да что же это такое? Мне нужны подарки. Почему их нет, ребята? Кто уже это сделал? Пишите в комментариях, как у вас это получилось. Но я уже целую гору сладостей заработала. И у меня, ребята, есть классная идея. Сейчас мы с вами кое-что сделаем. Я хочу в большую локацию прийти вот сюда. Здесь очень много места. И здесь давайте попробуем еще эту девочку напугать. А вдруг получится, ребята? Я хочу это сделать. Надержи, чтобы тебе было не так страшно. Сначала сладость, а потом гадость, ребята. Так, ну давайте пугать. Так, ну давай мне подарочек. Нет, она не хочет. Она не хочет мне его давать. Ладно, ребята, давайте попробуем сейчас вот здесь выставить персонажей. Просто очень много. Все персонажи... О, у меня тут, смотрите, Стефани в коляске кошечку катает. Как это мило смотрится. Мы сейчас с вами выставим всех персонажей, которые есть. Но малышей не будем. Так, всех-всех, которые есть. Просто выставляем. У меня тут некоторые ребята с вещами. Не обращайте внимания. Просто я строю, поэтому мне они нужны. Эти персонажи, чтобы перетаскивать вещи. И еще, ребята, я хочу создать персонажей. Очень много. И чтобы они мне все кинули. Либо подарочки. Хочу, конечно, подарочки. Но, может быть, хотя бы много конфет мне накидает. Уже было бы приятно. Мы с вами рандомных персонажей делаем. Они здесь, конечно, очень смешные. Но нам самое главное, чтобы у нас были персонажи. Ребята, чтобы персонажи здесь появлялись, нужно им что-то редактировать. Допустим, я выбираю рандомного персонажа. И добавляю ему, например, волосы. Потому что очень часто, кстати, персонажи лысенькие у нас получаются. Это, конечно, странновато. Но, ладно, ребята, я хочу сделать очень много персонажей. Еще один рандомный. Добавляем ему, например, вот такие щечки. И делаем стрелочку назад. И он у меня здесь появляется. Следующий персонажик. О, вау, ребят, смотрите, какой смешной пират. Без одного глаза. И тоже, кстати, лысенький. Нужно волосики срочно ему сделать. Дальше. Еще один персонаж. Представляете, сколько мне сейчас конфет. Хоть бы сказать, котлет. Ребята, конфет. Сколько мне сейчас конфет накидают. Я могу собственный магазин сладостей открывать после такого эксперимента. Очередной, ребята, лысый персонаж. Я не знаю, почему они здесь лысые получаются. Но это очень смешно. Вот такие, ребята, у меня персонажи получились. Не обращайте на их внешний вид. Просто они рандомно делаются. Вот такие смешные. У нас их много. Сейчас мы их выставим в ряд и будем пугать. Мне очень интересно, что получится. У меня здесь уже, в принципе, много персонажей, которые есть в игре. Поэтому вы тоже можете это сделать. Персонаж, в принципе, достаточно, ребят, смотрите. Но я хочу сделать просто очень много персонажей. И их нужно выставить рядышком, чтобы все отреагировали на то, что я их пугаю. Я поближе вот так подойду к ним. Будем выставлять теперь персонажей, которых я сделала. Вау, ребят, смотрите, как их много. Просто целая гора. А, ребята, смотрите, я не могу. О, большее количество персонажей выставить в локации. Есть ограничения. Но, в принципе, здесь и так очень много людей. Поэтому сейчас будем смотреть, как они мне будут давать конфеты. И как они все будут пугаться. Это будет, конечно, эпично. Ну что, ребята, вы готовы? Я хочу сначала их напугать. Давайте пугаем. Ребята, смотрите, они испугались, но не все. Нужно поближе поставить, чтобы до всех доходил. Или мои пугалки. Все, ребята, дубль 2. Мы пугаем персонажиков. Ребята, смотрите, как они испугались. Смешно. Ладно, а давайте теперь попросим у них конфеты. Но подарок, ребята, не выпадает. Просим у них конфеты, ребята. Смотрите, сколько конфет. Просто на это посмотрите. У меня целая гора конфет выпала. Давайте еще раз попробуем. И еще немножечко. Ну все, ребята, я буду открывать свой магазин сладостей. Еще и яблок, ребята. Нам яблоки постоянно выпадают. И всякие вот такие батончики. А также сахар, рафинад. И вот такие сладкие палочки. Классный лайфхак, ребята. Правда, чтобы не ходить. Кстати, я крылышки не сняла. Может быть, ребята, дело в том, что я крылья не сняла. Давайте попробуем снять еще крылья. Нет, ребят, подарки не вылетают. Я думаю, что, возможно, у нас должны быть какие-то тайные персонажи, которых мы должны искать по всему городу. И когда мы их напугаем, то подарочки у нас выпадут. Думаю, что это работает так. Давайте еще зайдем в школу. У меня тут небольшой беспорядок. Ребята, я тут вешалки брала. И мне нравится здесь, что в школе очень много ребят, которых можно пугать. Тоже очень удобно. Так, у нас тут какая-то забастовка в школе. Сейчас я вам устрою забастовку. Ребята, троих напугало. На подарки пока что не вылетели. Вот здесь еще тоже большая компашка. Сидит, тоже их напугаем. Ребята, пишите в комментариях. Возможно, что вы разгадали этот секрет, и вам выпал уже долгожданный подарочек. А мы с вами сейчас соберем этот набор и посмотрим, что в него входит. Собираем, ребята. Набор платный, как я уже сказала. Вау, ребят, смотрите, какая классная коробочка. И милые песики. Они такие хорошенькие. Вау, какие же они милашные и очень-очень модные. Стильные собачки. Вот такая кудрявенький песик. И вот такая прикольная собачка. Собачки очень красивые. И модненькие такие. И мне нравится эта корзиночка. Мы можем ее переносить. Ну что, ребята, открываем эту коробочку. На ней изображены все эти три собачки. Коробки очень модные. Похоже, что здесь очень много вещей будет. На трех коробках нарисовано три собачки. А вот эта коробочка нейтральная. Давайте с нее начнем. Здесь мы видим одежду для питомцев. Ребята, давайте сразу надевать. Вот такая классная кепочка. Костюмчики. Платьишко, ребята. Дальше. Следующая. Это накидка. И вот такая кепочка коричневая с косточкой. Она прозрачная. Вау! Такая одежда модная. Дальше. Вот такая накидочка розовая. И кепочка в клеточку. Какие у нас модные песики. Просто супер! Следующая одежда. Это пуховичок. Такая жилеточка, ребята. Тепленькая для собачки на прохладную погоду. А также есть вот такой комбинезончик. И еще накидочка. Нет, ребята. Это с ветерок вязанный. Вау! Тепленькая одежда. Это так мило. И на собачек есть еще короны. Смотрите, какая же она красотка. И диадема с камнями. А еще сердечком диадемы. Вау! Ну, конечно, это супер модно. И мне нравится, как выглядят эти собачки. Они такие стильные. Ребят, очень. Очень классная одежда. Дальше. У нас опять эти полочки появились. И аксессуары для собачек. Смотрите. Очочки. Очки, ребята. На голову собачки. На ушки надеваются. Классно. Где ушки? Дальше. Бантик. Вау! Ну, просто супер. Бигудюшки, ребята. Да, это бигуди для собак. Ребята, это просто мега. Дальше. Вот такая заколочка цветочек. Дальше. Заколочка косточка. И вот такая заколочка бантик. Супер, ребята. Ну, это просто шик, я считаю. Дальше. Смотрим. Здесь есть для ухода за питомцами. Вот такие вот средства разные. И мне нравится эта сумочка. Ее, в принципе, можно использовать просто как сумочку. Она такая стильная. Она открывается и в ней еще, ребята. Тут два отсека. Смотрите, в один отсек мы можем сложить какие-то средства. А во втором у нас опять ножнички. Мы будем сейчас что-то вырезать. Дальше у нас есть вот такой колокольчик. Дальше, ребята, косточка. Это игрушка для собак. Дальше, ребята, мячик вот такой стильный появился. Здесь у нас расчесочка, чтобы вычесывать шерсть. А также ниточки. Давайте сейчас что-нибудь сделаем для питомцев. Можно украшения для них делать. Вот такой прозрачный бантик мы сделали. Еще, ребята, можно сделать вот такое колье. Так, нужно снять. Вот, смотрите, вот такое колье можно сделать. Вот такая, ребята, классная сумочка. Игрушка для собачки. Она держит ее в зубах. Ошейник для собачки. Вот такой розовенький, с сердечком. И все, ребята. Но я вижу, что у нас есть еще пряжа. Берем кусочек пряжи. И из нее тоже можно сделать классные вещички. Тоже для собачки, ребята, с бабочкой. Такая диадема. Веночек с цветочками. Я думаю, что это для меня. Веночек с цветочками я, ребята, не поняла, куда его нужно. Не работает он почему-то. Ладно, может быть, вы мне напишите в комментариях, кто разобрался. Заколка, ребята, на голову такая красивая. Мне нравится, что можно делать вещи как для питомцев, так и для хозяина. Это очень-очень классно. Еще одно вот такое красивое ожерелье с цветочками. И, ребята, последнее это сумочка. Сумочка тоже для питомцев, потому что питомцы у нас модные, и они тоже ходят с сумочками. Все, в этой сумочке мы с вами все посмотрели. Сумка сама очень классная. И вещи, как всегда, очень крутые в ней спрятаны. Вот такое зеркало настольное. В него видно всех наших собачек. Классное зеркальце. И оно такое модное и стильное, чтобы наши собачки любовались, когда они что-то примеряют. Вот такая сумочка, чтобы носить все вещички для собачек. С собой косточки в любой момент можно дать питомцу. И второе движение. Вот такое, ребята. Классно, классно. Дальше корм для собачек в форме пуделя. Смотрите, какой красивый. Классно. А это еще что такое, ребята? О, ребята, у нас теперь еще и в баночках корм появился. Можно на него нажать, и выпадают вот такие деликатесы, которыми можно кормить собачек. Смотрите, какие классные. С черной икрой. Да, у нас, конечно, собачки живут просто шикарно. Я им даже немножко, ребята, завидую. Смотрите, сколько у них классных вещей. Дальше еще корм для собачек. Ну, конечно, это уже не с черной икрой. Что еще есть, ребята? Это ванная. Ванная, в которую можно наливать водичку. Огромная. Я думаю, что это джакузи с пузырьками. А вот и новые движения. Собачки наши могут, смотрите, вспотеть от горячей воды. А могут просто вот так наслаждаться, высунув язычок, купаться в этой ванной. Нужно срочно налить туда водички. Наполняем ванную водой. И вот так наши деловые собачки будут здесь купаться. Еще можно делать, ребята, пузыри. Мы нажимаем и у нас получается джакузи. Вода начинает бурлить. Это очень круто. Вот, ребята, вы писали в комментариях, как же сделать так, чтобы вода из ванной пропадала. Просто переходите из локации в локацию, либо выходите из локации, заходите вновь и вода исчезает, как сейчас. Разбираем, ребята, дальше. У нас появилась рамочка для питомцев. Фотографии можно вставлять. Так же, как и для малышей, ребята. Я нашла еще одежду. Давайте мерить. Здесь у нас вот такая классная жилеточка розовая. Дальше. Вот такая, ребята, коричневая стильная дизайнерская жилетка. И еще одна тоже очень красивая. И к ним в набор идут ошейники, ребята. Вот такой, вот такой золотистый. Монеточкой. И вот такой розовенький. Но наряды очень модные. Супер. Еще, ребята, наряды. Что это такое? Вау, колпачок, в котором будет спать наш милый гномик. И вот такой халатик. Это домашний костюм, халат и колпачок для сна, ребята. Какие они хорошенькие в этих костюмах. И у меня, ребята, появились, смотрите, реакции на зеркало. Давайте смотреть. Собачка заглядывает в зеркало и гавкает на него. Вторая реакция. Она обнюхивает и довольна. Ей нравится, как она выглядит. Третья реакция. Она... Ей интересно, ребята. У нее вопрос такой. И последняя реакция. Ей очень нравится ее лук. И она даже, смотрите, воздушный поцелуйчик и сердечко шлет. Ребята, это просто какой-то прикол. Так что у этого зеркала есть реакция. Это очень классно. Ладно, ребята, давайте следующую одежду разбирать. Здесь у нас вот такие шляпы модные. Для каждой собачки своя. Дальше платье, ребята. Вот такое платьишко к этой шляпе. Вот такое к этой шляпе. Принт черепашка. И розовенькая для шляпки с розовым бантиком. Вот такие модные собачонки у нас появились. Просто модняшки. Ребята, глядя на этих модняшек, я решила снять эти зубки. Они как-то не очень здесь смотрятся. Так, все. Одну коробочку мы с вами разобрали. Здесь много всего. Вкусный корм. А также для ухода было. Средства разные. Для подделок. Ну и, конечно, шикарная ванна и фоторамка. Разбираем следующую коробочку. И, кстати, ребята, эти шкафчики очень модные. Их можно использовать в доме-особняке. Они реально смотрятся очень красиво. Следующая коробочка. Вау! Здесь тоже одежда. Эта одежда принадлежит вот этой собачке. Потому что на коробке она нарисована. И мы будем сейчас ее наряжать. Это, ребята, будет лук сразу для собачки и для хозяйки. Смотрите. Вот такая маечка. Вот такие классные шортики. Дальше ботиночки. Есть сумочка через плечо с бантиком. Очки золотые. И вот такая беретка. Очень модная. Ребята, наряды еще моднее, чем у нас были в школе. Они очень красивые. Смотрите, здесь наряды для хозяйки. А вот и аксессуары для питомца. Есть вот такая подушечка. Но я думаю, что это просто для украшения дома на диванчик, например, положить. Дальше что у нас здесь есть? Сумочка. Сумочка-переноска, ребята. Да, мы можем собачек сумочки таскать. Вау! Но это очень круто, ребята. Смотрите, как она выглядывает и смотрит по сторонам. Телефончик в стиле этой собачки. И на заставке собачка. На заднем футляре косточка. Он мохнатый, ребята. Какой он крутой. Просто очень крутой. Дальше, ребята. Здесь у нас... Так, что это такое? Это для собачки подушечка? Я думаю, что да, ребята. Это такая подставочка для собачки. Кормушка для собаки. И еще одна форма косточки. А еще вот такой красивый стильный домик. Теперь у нас есть задний двор. И мы можем там обустраивать для собачек свое место, где они будут гулять и жить. Классно! Все, ребята. Эту коробочку мы с вами разобрали. Давайте смотреть следующую. Следующая коробочка в стиле вот этой классной кудрявой собачки. Ребята, смотрите, какая она хорошенькая. Здесь, смотрите, какие просто хоромы. Диван. Диван с балдахином. Вау! Настоящая принцесса у нас теперь будет здесь жить в этом домике. Дальше, ребята, вот такой телефончик. На заднем фоне лапка собачки. И он как будто тоже такой же кудрявый, как эта милая собачка. Дальше подушечка в форме этой собачки. Ребят, можно вот сюда эти подушечки складывать к питомцам. Дальше переноска для собаки в другом уже стиле. Розовый такой у нее подклад. Домик для собачки. Деревянный. Кормушечка для нее. И теперь одежда для хозяйки. Давайте примерять. Вот такие ботиночки модные. Платьишко. А, это юбочка, ребята, и кофточка. Все такое фэшн, ребята, просто мега модное. Смотрите, какая одежда. Дальше шубка. И вот такая классная кофточка. Пиджачок, кардиганчик, ребята. Вот такой головной убор. И, ребята, смотрите, какие очки. Ну все, это просто лук на миллион, я считаю. И еще, ребята, вот такая классная миска с золотой подставочкой. Она очень красивая. Просто супер. В этой коробочке все. Мы обратно все складываем. И теперь, ребята, розовая коробочка для вот этой блондинки нашей модной, которая в шляпе сейчас сидит, там в зеркало любуется. Ее коробочка, подушечка. Вот такой диванчик. Давайте сразу подушечку на диванчик поставим. На этот диванчик подушечку уже не ставится. Смотрите, он сильно маленький. Потому что у нас собачка такая миниатюрная, стройняшка, супермодель. Вот такой телефончик, мохнатый и сердечко. И здесь тоже она нарисована. Дальше домик розовый. Это, ребята, собачка Барби. Я сразу поняла, она любит розовый цвет. Так, надень быстро свое платье. Так, вот сюда ее закидываем. Сажаем вот сюда. И вот так она весело оттуда выглядывает. Дальше миска с жемчугом. Миска с золотыми звездочками. И одежда для хозяйки. Давайте мерить. У нас очень активный, ребята, это собачка. Вот такое розовое платье в клеточку. Нежно-розового цвета. Накидочка. Кофточка. Шубка белая. Вот такие ботиночки с сердечками. И бусы из жемчуга, я думаю. И, ребята, это на голову. Да, ребята, вот такие классные помпончики. Вот такие, ребята, классные коробочки. Четыре вещи. Очень красивые. Собаки. Просто мега классные. В следующем видео, ребята, я сделаю обустройство для этих милых собачек. А вы, ребята, пожалуйста, напишите в комментариях, какие клички мне им придумать. Я думаю, что это будет какая-нибудь кудряшка. Обязательно. Это у меня будет Барби. А вот для третьей собачки я пока что не придумала кличку. Поэтому пишите в комментариях. Возможно, что вы придумаете для нее очень классную кличку. Всем, ребята, спасибо за просмотр. Всем классного настроения. И встретимся совсем скоро на канале Мила Гейм. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok